Российская армия продолжает наступление и местами у них получается отгрызть куски украинской земли. Будем исходить из того, что временно и рано или поздно прилетят бомбы, ракеты, дроны и всероссийские захватчики будут уничтожены. Но при этом радости у них нет. От слова совсем. Их не радует ни Угледар, ни какие-то наши несчастные разрушенные села. Даже Курская область, где вроде как они пошли вперед, а потом остановились, их тоже не радует. А все почему? Потому что результат войны определяется все-таки не результатом боев за конкретный взятый населенный пункт. Он комплексный и нужно выиграть не только бой, но и войну. Или прежде всего войну. Так вот, казалось бы, у российской армии все так благоприятно складывается. Но они как-то дивно моделируют финал этой войны. Ну, например, вот такая версия. Вот этот образ, да, в НАТО, в Евросоюзе. Украина там какая должна быть? Вот это вот огромное, нынешнее, а еще даже неплохо бы с Кубанью или с Белгородом. Или пофигу совершенно, вот что останется от нее, то и останется. Насчет Белгорода нужно, конечно же, подумать. И насчет Кубани тоже. Я сторонник того, чтобы жить в международно признанных границах и не воевать со своими соседями. Это, собственно говоря, залог отсутствия войны. Россияне рано или поздно, а точнее, это уже начинает происходить, все больше и больше народа там думает, а нафига все это. Но, значит, опросы о том, что треть россиян готовы согласиться на вывод на российской армии с территории Украины. Главное, чтобы была мирная ситуация. Это мнение россиянов в топку, они ни на что не влияют. Просто интересно смотреть, как они меняются. Значит, если мы говорим об завершении войны, тут, во-первых, для нас намного важнее Крым, чем что-то другое. Вот мы все видели, как прекрасно горит уже много дней. Прямо с дня рождения Владимира Путина нефтеперерабатывающая или перекачивающая станция Феодосии. Один за другим взрываются резервуары. Жалко, что их там не 72, немножко меньше. Но к чему это? Это все. Демилитаризация и деноцификация. Но вот если внимательно взглянуть на вот это вот пламя, то можно увидеть лик Владимира Путина. Значит, почему-то Норкин решил не упоминать о Курской области. Хотя, мне кажется, это абсолютно несправедливо. Да, я тоже читал сообщения о том, что овраг продавил левый фланг Курской нашей группировки. Это Дипстей сообщает. И еще раз. Такое место как минимум было, а дальше идут бои. И еще раз. Я не собираюсь тут как-то предвосхищать происходящее там. Но по последней информации ситуация там стабилизирована. Да, они в некоторые населенные пункты зашли и умерли. Вот хотелось бы, чтобы они умерли и другие, соответственно, не пошли дальше. Ну, на место тех, кто умерли. Ведь, как сказал командующий вооруженными силами Украины, там в Курской области российская группировка уже составляет 50 тысяч человек. Так что происходящее на поле сражения, оно, понятно, принципиально важно в данном случае. Но еще раз. Вот несмотря на вот такую ситуацию, главная тема на болотах, она все-таки не эта. Вот правда. А главная тема это где и когда закончится, как они говорят, СВО. Значит, про Кубань и Белгород мы уже слышали. А есть еще вот такая версия. Кстати, она мне нравится больше. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Мне уже с фронта написали. Вот типа, Каласников, мы же тебе говорили, что это СВО будет завершаться на Северном Кавказе. Вот тебе подтверждение. Ну, на самом деле, это действительно уже даже не черный лебедь, а черное чудовище в данном случае взмахнуло своими, так сказать, адскими крылами. Почему? Потому что это действительно вызов вообще не просто управленческий, понимаете, дефолт. Это вызов, как говорится, вообще государственной системе управления, единству государственной системы управления в Российской Федерации. Остается неясный вопрос, кто здесь черное чудовище. Вообще-то Кадыров, он маг, да, то есть отец нации. И тут какой-то смерть. Изобретатель и мечтатель о цепелинах называет его черным чудовищем. Должен извиниться. А если он называет черным чудовищем Владимира Путина, то, соответственно, Владимир Путин должен как-то доказать, что он не черное чудовище. Но, по-моему, мы их раскрыли. Значит, как работает группа Кадырова в России? Ну, то, что они там власти, и последний скандал, я делал отдельное видео на это вчера вечером, о том, что Рамзан Ахматович всего-то навсего объявил кровную месть сенатору Сулейману Керимову и депутатам Бекхану Барахоеву и Резвану Курбанову. Ну, объявил, да и объявил. Ну, казалось бы, ну, это же горные парни, да, ну, не все, но тем не менее. Я имею в виду менталитет такой вот горячий, свои правила, свои традиции, да, но только после того, как это было сказано, начали постреливать. Как вам такое? Причем, опять же, в Москве и Подмосковье. Значит, в Подмосковном Одинцово совершено покушение на бывшего зампредседателя председателя Ингушетии Шарипа Алихиджиева. Значит, неизвестный выстрел в него четыре раза и скрылся. Господин Алихиджаев госпитализирован, он находится в реанимации. Как вам такое? Как только, значит, Рамзан Ахматович сказал, что он власть в России, сразу началось. Так вот, вернемся к игре, которую сейчас проводит кадыровский клан. Ну, у них там не так много таких говорящих лиц. Кадыров в последнее время молчит, ну, наверное, больше занят чисткой пистолета. Но в основном от имени Кадырова выступает Аптиаронович Алаудинов. И я так понимаю, его задача просто вешать нон-стоп макаронные изделия на уши доверчивым россиянам. Вот еще немного, и они всех обязательно победят. Только где? В Москве или на Северном Кавказе? Ольга, если вы помните, я еще месяца два-три назад говорил о том, что фронт как раз должен был посыпаться. И сегодня мы как раз и видим, что фронт у наших врагов посыпался. Там есть разные мнения по этому поводу. И никто тут не будет рассказывать, что у российской армии нет успехов на фронте. Но почему-то, я не знаю, масса свидетельств о том, что слишком как-то они быстро и активно теряют людей. Заметьте, даже Оля Скобеева, она уже не ищет разрыв. И прорыв она тоже не ищет. Как-то хихикает. Ну, очевидно, ей просто наличие Скобеева мешает раскрыться полностью и броситься в объятия Апти. Но, может быть, Апти должен был как-то комплекснее смотреть на ситуацию. Потому что есть вот и такие мнения с той стороны. Ребята обнуляют за то, что они не дают долю, полученные за ранения. За любые косяки они сидят в ямах. Есть страшнейшие видео. Просто пиздец, что творят эти командиры. Как, сука, воевать? Поскобеевать? Так можно, блядь, два раза вот так вот землю, блядь, обошли на... Достаточно один раз. На самом-то деле, почему? Потому что вторжение, решение о большой войне, оно было принято в Москве. Ну, кстати, и вторжение в 2014 году тоже. И, соответственно, было бы неплохо, чтобы они начали это все в Москве и в Москве закончили. Значит, Апти Аронович продолжает рассказывать доверчивым россиянам, что еще чуть-чуть и их всех посадят на яму. Простите, и через два месяца закончится война. Я, честно говоря, не вижу ни одной предпосылки для этого, ну, если разве что не будут лететь самолеты, западные, с трезубцами, конечно, с трезубами, только так, и не начнут бомбить ближайшее Подмосковье. Хотя Одинцова можно не бомбить, они там сами, если что, разберутся. Что-то задумали они вместе с союзниками. Ну, а что вы удивляетесь? Он тоже 60 минут смотрит, а я на 60 минут всегда говорю, что в этом году мы слово завершим. Так что не удивляйтесь, пожалуйста. В общем, вы его убедили. Он и так знает, что мы не врём. Почему Апти так смеётся? Он просто какая-то хохотушка. Заводной парень. Прекрасное у него настроение. Почему? Потому что, ну, его войско, ну, в смысле войско Рамзана, оно всегда в случае чего может разменуться с украинской армией. А дальше уже будет внутрироссийский расклад. Даже Апти, когда говорит о том, кто же там воюет в той же Курской области, где вроде бы он тоже находится. В перерывах между поездками в Москву, то он в основном хвалит морпехов 155-й бригады. Ну, очевидно, чтобы они понимали, что воевать придётся исключительно им. А Кадыровцы, они в случае чего Вайлдбери сосвоят или что-то другое подобное. И у Апти поводов для того, чтобы излучать оптимизм и смеяться в федеральном эфире более чем достаточно. У него-то точно всё будет хорошо. А вот у Оли не факт. Что ж, вот и огромный чёрный лебедь выпорхнул. Даже не лебедь, наверное, а дракон. 50 октября 2024 года, и так уже даже на ленте ТАСС это известие есть, глава Чечни Рамзан Ахматович Кадыров на совещании с силовым блоком республики заявил о том, что, ну, помните этот инцидент вокруг Уайлдберса, нету эту борьбу. Это прикольно и забавно, когда агентство ТАСС, вроде как телеграфное агентство Советского Союза, пишет о кровной мести. Так вот, что хочется сказать корреспондентам агентства ТАСС? Вам пора намернять вывеску. Почему? Очень просто. Но чисто теоретически в Советском Союзе был закон. Теоретически. И не было кровной мести. А теперь вот она появилась. И там, на болотах, многие загрустили. Но то, что это чувствуется как предвестник новой войны на Кавказе, это прикольно. Ну, вот в Москве уже начался отстрел. Это прекрасно тоже. Я, как уже сказал, ну, да, мы будем болеть за две команды. То есть, в ходе очень опасной, затяжной войны, таким образом, глава одного из субъектов федерации говорит, что он, в общем, будет действовать вне закона Российской Федерации, по, понятно, так сказать, неким традициям, древним традициям. Вот. И вне закона он будет вершить, собственно говоря, правосудие. Максим Калашников, это один из тех, кто мечтал, чтобы была маленькая победоносная война. Они за нее топили. Они радовались, когда Путин начал большое вторжение. Они радовались и когда была аннексия Крыма. А вот сейчас что-то загрустили. Очень грустные у них Е лица. Да, это не электронные. А, Е, вторая буква, Б, он говорит о том, что это последствия затяжной войны. И у Путина открылась рана или раны. Помните, мы говорили, что если ты проваливаешь дело молниеносной победы Блицкрига и все сваливается в затяжную войну, на изнурение, в теле Первой мировой, ты получишь только эффект распада вот этой стабильности, когда все незалеченные раны, болезни, незалеченные болезни, которые бы заметались под ковер, блокировались, они все полезут на руки. Ну, в данном случае вот это сейчас и происходит. Я вижу, как вот две линии сходятся в виде. Ну, если взять вот местную линию, собственно говоря, северокавказскую, да, ну вот был создан регион, помните, так сказать, с особыми правами, которая может иметь свои вооруженные силы. Уже давно звучали недоуменные вопросы, а чем это, в общем, в принципе, отличается от, ну так вот структурно, нет, не на идеологическом уровне, от какого-нибудь Ичкерии 93-го года. Чем отличаются? Ну, насколько мне известно, Ичкерии все-таки Российская Федерация, да, не платила по одному миллиарду рублей в день, а Чечне Кадырова платит и будет платить еще больше. Тренд, в общем-то, понятен. Но тут история про раны, да, Путин пришел на войне и уйдет на войне. Только эта война, она все равно вернется в Российскую Федерацию. Хотя я не могу понять, почему они за что не критикуют Рамзана Ахматовича? Его хотели убить, его хотели заказать. И после этого он объявил кровную месть. Это не он первый начал, это с Керимовым надо разобраться. Ну, правильно, потому что он молчит, значит, очевидно, признает свою вину, что хотел Рамзана Ахматовича отправить вне очереди на концерт Кобзона. А Рамзан, он не дурак, он в Грозном сидит, он даже украинским вопросом перестал интересоваться. Он даже перестал рассказывать о том, как кадыровцы, тиктокеры и всякие такие, сейчас как-то побегут и победят. А почему он это не делает? Потому что он затаился и экономит силы. Рамзан умный. Ибо на чем стоит государство? На том, что перед законом все равны. На всех, как говорится, территориях и всех гражданах. А в этом случае, как вы понимаете, сей принцип явно поставлен. Под сомнение, я понимаю, что в Вашингтоне сейчас удовлетворенно хмыкают, а в Киеве, где все ждут распада Российской Федерации, в том числе, загорание Северного Кавказа, распламенение Северного Кавказа, сейчас, в общем, наверное, там хлопают пробками от шампанского. Нет, то, что мы не грустим, это понятно. Любые терки внутри России, они дают шанс, что Россия займется собой и прекратится война. Война на территории Украины и продолжится, как уже спрогнозировал Калашников, на территории Северного Кавказа. Но я бы не бежал тут впереди паровоза. Понятно, что там искрит. Понятно, что это Путин и его пауки в банке. Хотя нет. Паук Путин и другие пауки в той же банке. И вполне возможно, что все они, работая друг против друга, на каком-то этапе договорятся и сожжут Путина, чтобы остановить войну и насладиться разборками внутри российского государства. Но пока этого не произошло. То есть, это все-таки, наверное, не черный лебедь. Это взымах крыла черного лебедя. Ну и вот первая стрельба, соответственно, в Московской области, в Одинцово. Четыре пули просто так люди под Москвой не получают. Особенно выходцы из Кавказа. Это что, началось? Давайте, продолжайте. А мы послушаем о гипотетических последствиях. Что это такое? Они вайлберис, дикую ягоду не хотели отдавать. За это они должны быть наказаны. Ну вот теперь наступает следующая стадия, когда под вопрос вообще поставлена дееспособность, собственно говоря, вообще центральной власти. С другой стороны, шел процесс, так сказать, с другой стороны, да, вы помните, что наша центральная власть спокойно смотрела на то, что вроде как так и надо, что один из регионов приобретает, соответственно, особый статус. А дальше, так сказать, центральная власть не сумела, как вы понимаете, хотя были все условия, чтобы в 2014 году решить проблему Новороссии и Украины с малой кровью и, так сказать, стремительным действием. Это была возможность упущена. Потом была упущена возможность с 22-го года, ведь Блицкрик оказался неподготовленным. Все свалилось вот в эту опасную затяжную войну. Упущенные возможности – это возможности победить. Именно об этом они вообще-то сейчас говорят. И, значит, я еще раз полностью осознаю происходящее на линии фронта. Я знаю кое-что о том, как воевала 123-я бригада ТРО в районе Угледара. И некоторые решения командиров, они и последствия этих решений, ну, честно говоря, вызывают недоумение. Правда. То есть идиотизма у нас очень-очень много. Но в части идиотизма никаких «но». Я говорю о том, что все равно нам помогут оружием, боеприпасами, самолетами, бомбами, советами. Военно-техническая помощь, она принципиально важна. Тут главное, чтобы мы сами не творили косяков, а способствовали тому, чтобы вся эта история заварилась там, на болотах. Наступит момент, когда Калашников скажет, что, знаете, не просто время ушло, а не надо было это начинать. И вопрос о дееспособности Владимира Путина, он мне нравится. Мне дискуссия эта нравится. И стрельба в Москве нравится. Это здорово. Молодцы. Продолжайте. Кто главный? Кто главный на Кавказе? Кто главный в Москве? Рамзан, докажи всем. Непростой и опасной войны, когда страна стоит вообще-то... Когда все войска задействованы, что называется, на фронте, когда граница едва прикрыта, когда враг уже в Курской области, и когда мы стоим перед, как говорится, необходимостью, хотя мы очень стараемся избежать новой волны мобилизации резервистов. То есть все сошлось в параллакс, что называется. И это уже чревато серьезным-серьезным крейсом. Как вы понимаете, друзья мои. Никакого тебе перечисления захваченных украинских городов не радуют их успехи на линии фронта. Почему? Потому что самые умные поняли, что они вот сейчас ценой какого-то безумного количества трупов что-то захватывают, а потом они все в один момент начнут бежать в сторону Москвы. Ну, с целью успеть получить свою стиральную машину. Ну что ж, тут мы должны, тут, как говорится, мяч на стороне главы государства. Он гарант, как говорится, конституции и законности, соблюдения законности на всей территории Российской Федерации. Вот здесь уж, как говорится, все карты ему в руки. Действия, и мы посмотрим, какие действия будут предприняты. Потому что не реагировать и делать вид, что ничего не случилось, уже просто-напросто не возможно. То есть этот идиот предлагает Владимиру Путину поставить Кадырова на место, сделать это жестко и публично. Потому что если он это не сделает, то станет вопрос, а кто главный в России? А если в России главный не Путин, то тогда нафига он нужен? Правда? Смотрите, какие интересные аналогии приводят эти ребята? Ну, вот просто аналогия. Я был в вооруженных силах во внутренних войсках и командиром отделения, и в замком взвода, сержантом. Это того же армейский закон. Если в твоем отделении, в этом десятке человек, один подчиненный начинает демонстративно не выполнять твои приказы, поставил под сомнение твой авторитет как командира, дальше командование отделением начинает распадаться, все остальные тоже переставляются, сержант превращается в пустое место. Ну, то же самое, как говорится, и во взводе. Это верно и для дел государственных, международных, потому что, если не среагировать, не решить эту проблему, то, скажем так, авторитет государственной власти, Российской Федерации, он пострадает не только внутри Российской Федерации, как вы понимаете, ну и на международной арене, там ведь тоже не слепые, что называется, сидят. Я тут подумал, что было бы неплохо немножечко побомбить в это время Москву. Все-таки это всегда поможет. Ну, не хотите Москву, тогда давайте повторим что-то а-ля Феодосия, чтобы дым был постоянно. А вы можете представить, а вдруг, как только база Феодосии потухнет, потухнет и Владимир Путин. Это интересно. Кстати, в Феодосию, по некоторым данным, прилетели не дроны, а ракеты Атакамс. Вот поэтому, ну что ж, мы, как законопослушные граждане, просто ожидаем принятия необходимых надлежащих как адекватных действий. Так что, очень все опасно. Опасный оборот все принимаем. Я боюсь, что это может быть не единственным черным лебедем, потому что пришла беда открывая ворота. Еще могут появиться, если мне делать вид, что ничего не случилось и ничего предпринимать не надо. Вот. Ну, у меня есть, конечно, не очень хорошие предчувствия, прямо скажем. Открывая ворота это рекомендация и требования непосредственно для РФ. В нашем случае нужно поддерживать силы обороны, держаться, уничтожать российских захватчиков и гляди-гляди, прогноз и предчувствие про черное чудовище будет реализован на практике на земле. Где? Нет, не в Грозном, а в Москве. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, называем здесь вещи своими именами. До побачения. А, Украина была, е и буде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова А.Егорова